18 марта жители Одинцова участвовали не только в выборах президента России, но и голосовали за то, каким хотят видеть свой город. Из двух предложенных вариантов благоустройства центральной площади можно было выбрать один. Либо у нас брусчатка, либо настил из дерева, либо это кафе, либо это несколько беседок, которые украшены металлической ковкой. Голосование проходило на 48 участках. На каждом работали два волонтера. Именно к последним и возникло больше всего вопросов у главы Одинцовского района. Раздавали бюллетени и рассказывали о федеральной программе молодые люди, которые, как правило, не могли ответить на все интересующие горожан вопросы. У нас есть определенные претензии к тому, как была организована процедура. Люди, по сути, получили впервые возможность проголосовать за внешний вид своего города. Но на самих точках, на нескольких участках была определенная неразбериха и некая сумятица в освещении этого мероприятия и в выдаче каких-то комментариев и в самом процессе. Такого быть не должно. Мы на будущее должны учесть все эти ошибки. Но, тем не менее, выборы состоялись. Их итоги уже подведены. Теперь необходимо переходить к конкурсным процедурам, чтобы вовремя начать второй этап реконструкции центральной площади Одинцова. За первый вариант проголосовал 31% жителей, за второй вариант проголосовало 69% участников. Соответственно, у нас на сегодняшний день к реализации будет продвигаться концепция, в которой используются беседки, вот эти все не представлены, и брусчатка на набережной с благоустройством прилегающей зоны. Анализ обращений на портале Добродел – обязательная часть каждого совещания Андрея Иванова с руководителями поселений. И он показал, в последнее время жители муниципалитета все чаще стали жаловаться на безнадзорных животных. Официально в районе их 1627 – большая часть собаки. Работает очень деликатно. Действовать нам с вами нужно решительно, но при этом гуманно. Важно не допустить жестокости со стороны тех служб, которые занимаются отловом животных. Сейчас идет конкурсная процедура. По ее итогам должен определиться поставщик услуг, организация которой возьмет на себя отлов бездомных животных. После отлова животное должно быть обследовано, стерилизовано, вакцинировано и выпущено в среду обитания. К последнему, правда, специалисты рекомендуют подходить выборочно. Надо выпускать этих животных. Все-таки там, где мы их отловили, но очень, так сказать, избирательно. Это должны быть животные небольшого размера, не агрессивные, не представляющие опасность. По итогам совещания главам городских и сельских поселений поручено провести мониторинг безнадзорных животных и профилактическую работу с жителями об опасности бешенства и необходимости вакцинации. Тем более, что в государственных ветклиниках прививку от этого заболевания можно сделать совершенно бесплатно.